Всем привет! Меня зовут Виталий Кулиев и сегодня мы поговорим о собеседованиях в Data Science. Я прошел достаточно большое количество собеседований, а также имею опыт найма новых сотрудников. Поэтому я смогу сказать о собеседованиях как с той, так и с другой стороны. Вопросы на собеседованиях будут отличаться в зависимости от того, с какими типами данных вам будет предстоять работать. Сейчас все вакансии на рынке можно поделить на три группы. Это работа с изображениями, обработка табличных данных и обработка текста. В крупных компаниях ценится узкоспециализированное знание, например нейронные сети. При трудоустройстве в малую компанию порог входа ниже. Но знания требуются значительно шире, потому что вам будет нужно решать задачи из разных областей. В этом видео собраны вопросы, которые будут спрашивать вас везде. В дальнейших видео я углублюсь по некоторым темам. Итак, первый вопрос. Это знания SQL. База данных сейчас используется практически везде. И необходимо уметь получать данные из базы данных, чтобы на них уже обучить модель. Глубоких знаний SQL, как правило, не требуется. Но необходимо знать простейшие команды, чтобы можно было извлечь данные. Список этих команд на экране. Также рекомендую ознакомиться с тем, что такое ORM. Это технология, которая позволяет в питоне писать более понятный код, а не работать с простыми списками из базы данных. Следующий вопрос. Статистика. Допустим, вам дан список чисел. И вам нужно посчитать следующее значение. Среднее арифметическое. Медиана. Перцентиль. Матожидание. Среднее арифметическое. Это просто взять все элементы этого списка и разделить на количество элементов. Медиана. Это значение, которое делит все элементы на две равные части. В одной части элементы выше этого значения, в другом ниже. Медиана является частным случаем перцентиля. Матожидание какой-либо величины. Это произведение вероятности одного из значений на это значение. И сумма по всем возможным исходам. Следующий вопрос. Это теория вероятности в практическом применении. Необходимо знать, что такое количество комбинаций, сочетаний, формулу условной вероятности. И нужно уметь применять эти знания на практике. Для примера сейчас я приведу несколько простейших задач. Задача. У нас есть игральный кубик. Мы кидаем его три раза подряд. Вопрос. Какова вероятность того, что все три раза выпадет шестерка? Какова вероятность того, что все три раза выпадет одно и то же значение? Аналогичные вопросы могут быть с подбрасыванием монетки. Другой пример с картами. Допустим, у нас выложено пять карт, которые вы видите на экране. И мы выложим еще две. Это стандартная колода из 52 карт. Какова вероятность того, что при открытии двух карт мы получим как минимум пять карт одинаковой масти? Другой вопрос. Какова вероятность того, что мы получим ровно пять карт одинаковой масти? Давайте договоримся, что вы сейчас в комментариях напишите ответы на эти задачи. А в следующих видео я эти задачи разберу. Следующий вопрос. Это множество. Что такое пересечение множеств? Объединение множеств? Разница? Нужно знать, что это такое, когда в каких случаях применять. И уметь реализовать тот или иной алгоритм. В языке Python для работы с множествами используется структура SET. Вы должны уметь выполнять каждую из этих операций в Python. Следующий вопрос. Это нормальное распределение. Многие данные распределены по этому закону. Здесь вам нужно знать два основных понятия. Это мат-ожидание и дисперсия. Также важно уметь посчитать мат-ожидание и дисперсию и интерпретировать их в конкретном случае. Следующий вопрос. Это отличие регрессии от классификации. Данный вопрос может легко выявить новичка, который запутался и имеет мало опыта. Классификация. Это когда мы имеем работу с классами. То есть у нас есть какая-то выборка и она поделена на несколько классов. В частном случае, например, бинарная классификация. Это классификация на два класса. Регрессия. Это когда необходимо предсказать число. Например, это может быть предсказание зарплаты, спроса, температуры на улице. Также следует указать, что бинарная классификация может быть решена задачей регрессии. Следующий вопрос. Это метрики в задаче классификации. То есть у нас есть данные, мы обучили модель и мы хотим понять, насколько хорошо наша модель работает. Давайте рассмотрим задачи бинарной классификации. У нас есть два класса 0,1 и наша модель предсказывает по каким-то другим параметрам эти классы. Первое. True, Positive. Это когда объект относится к классу 1 и мы классифицировали его как класс 1. True, Negative. Это объект относится к классу 0 и мы его классифицировали к классу 0. False, Positive. Это случай, когда объект относится к классу 0, а мы его классифицировали как класс 1. False, Positive. Объект относится к классу 0, а мы его классифицировали к первому классу. False, Negative. Это когда объект относится к классу 1, а мы его классифицировали как 0. Давайте все эти величины рассмотрим на каком-то конкретном примере. Например, тест на коронавирус. То есть к нам пришел человек, мы провели какой-то анализ и выдаем ответ. Здоров или болен человек. True, Positive. Это когда человек болен и тест показал, что он болен. True, Negative. Человек здоров и тест показал, что он здоров. False, Positive. Это когда человек на самом деле здоров, а тест показал, что он болен. False, Negative. Человек на самом деле болен, но тест показал, что он здоров. Здесь важно понимать отличие false positive от false negative и стоимость каждой ошибки в конкретной сдаче так первая метрика это accuracy по-русски точность это просто доля правильно распознанных объектов плюс этой метрики в том что она подходит для многоклассовой классификации данная метрика плохо подходит для работы с несбалансированными классами precision показывает какую долю объектов распознанных как положительный класс мы распознали правильно рекол показывает какую долю объектов реально относящихся к положительному классу мы распознали правильно важно понимать отличие precision от рекол обратите внимание на знаменатель следующая метрика f мера она высчитывается на основе precision и рекол еще одна метрика бинарной классификации это рок кривая ее еще иногда называют кривая рок аук следующий вопрос относится к задачи многоклассовой классификации confusion matrix это матрица которая показывает ошибку при классификации определенного класса confusion matrix показывает насколько точно алгоритмы классифицируют каждый из классов бывают случаи когда несколько классов не могут быть распознаны классификатором и это вы можете видеть в отличие гональных элементов от и единицы confusion matrix часто встречаются при составлении своего собственного дата сета если алгоритм не может различить определенные классы то лучше эти два класса объединить в один класс и перетренировать классификатор следующий вопрос это метрики качества для регрессии напомню что двигать и эта задача когда необходимо по выборке предсказать число не класс первая метрика min average error она считается вот по этой формуле эта метрика имеет хорошую интерпретацию это среднее отклонение предсказанной величины от реального значения с другой стороны эта метрика плохо штрафуют за выбросы следующая метрика это мин сквадь error среднеквадратичное отклонение считается вот по такой формуле эта метрика сильно штрафуют за большие выбросы в этом видео я собрал некоторые вопросы которые часто спрашивают на собеседованиях список этих вопросов намного больше поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайк и продолжение этого видео выйдет совсем скоро